Первая в списке – школа номер два. Инспекцию мэр начинает с парадного входа и в первую очередь интересуется мерами безопасности. Антитеррористическая защищенность школ – это ответственность и директора самой школы, напоминает Пахомов. Задача же охранника – знать свои должностные инструкции, в том числе в каких случаях нажимать на тревожную кнопку. Если он находится на входе и проверяет документы у тех, кто приходит, либо школьников принимает, либо родителей, то в это время должен ответственный дежурный от школы, учитель или администратор, как вы говорите, должен сидеть здесь и смотреть все время за мониторами. Для чего? Для того, чтобы видеть весь периметр. Периметр в мониторах нужно видеть круглые сутки. Для чего? Для того, чтобы на территорию школы ни в коем случае никто не проник, в том числе через забор. Если человек проникнет через забор, что вы будете делать? Нажмите, и мы проверим, в течение какого времени приедут. До приезда бойцов в неведомственной охраны глава города успел проинспектировать ход ремонта холлов. Там меняют потолки и напольные покрытия, а учителя с родителями уже моют стены и окна. На обход нескольких помещений ушло пять минут. Столько же времени потребовалось экипажу немедленного реагирования, чтобы прибыть на вызов. Безопасность превыше всего, подчеркивает Пахомов. Причем как во дворе, так и во время учебного процесса внутри школы. Именно поэтому здесь прошел один из самых масштабных ремонтов. И в первую очередь реконструкция коснулась канализационных систем. Дождя в этом образовательном учреждении боялись как огня. Ливень затапливал весь первый этаж. Ливневую и дренажную системы обустроили за счет шефской помощи. А это 3 миллиона 200 тысяч рублей. Обязательно проверилась вся существующая дренажная система. А ливневая, которая принимает воды с крыши и всего остального, она была произведена заново. Ее просто не было. С 1953 года здесь не было предусмотрено никаких ливневых систем. Дожди прошли, которые летние. Они показали, что школа сухая. Была очень радостная ситуация, когда мы узнали, что город нам тоже 3,5 миллиона выделил. И мы вот на эти деньги начали приводить в порядок уже внутренние помещения. Через два года вторая школа будет отмечать вековой юбилей. Такой капремонт руководство образовательного учреждения считает подарком города на столетие. Большие перемены, которые видны невооруженным глазом, произошли и в 8-й гимназии. Здесь преобразился фасад, стал более радужным. Но опять-таки мэр интересуется работой охраны. Здесь к проверке образовательных учреждений подключился и главный прокурор курорта. Игорь Грязнов предъявил свои требования к мерам безопасности в школах. В целом же результаты инспекционного визита комиссия назвала удовлетворительными. То, что я увидел в Адлерском районе, мы побывали в каждой школе. И то, что вижу сейчас в Центральном районе. А мы с прокуратурой города намерены объехать каждую школу, каждое детское дошкольное учреждение. Достаточно хорошо подготовились благодаря тому, что муниципальный бюджет выделил деньги на подготовку. А также выделили деньги наши спонсоры, шефы так называемые. Идет хороший, хороший прям ремонт в девятой школе, в восьмой, которую мы увидели, во второй, которую мы видели в Центральном районе. Перед нами стоит задача – это обеспечить и, как я уже сказал, полную безопасность. И это в наших силах. За летние каникулы с помощью шефов, все они предприниматели нашего города, муниципалитет отремонтировал 19 образовательных учреждений. В следующем году список на ремонт обновится и реконструкция затронет другие сочинские школы и детсады. Инга Габешия, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.